Не так давно у нас в республике заработал проект, направленный на создание условий творческой самореализации детей от 7 до 15 лет в летний период. О реализации проекта «Талантливое лето» расскажет его автор, генеральный директор автономной некоммерческой организации общего и дополнительного образования поколения НЕКС Светлана Байрамкулова. С ней встретилась была Джозаева. Здравствуйте, Светлана. Я благодарю вас за то, что вы сегодня приехали к нам в гости. Сейчас на дворе лето. Это то самое время, когда детей надо занимать чем-то полезным. Вот вы и решили заниматься этим вопросом. Я знаю, что вы являетесь одним из авторов проекта, который называется «Талантливое лето». Мне бы хотелось узнать, в чем суть этого проекта и в чем его уникальность. Когда фонд культурных инициатив объявил результаты, мы оказались среди победителей. Мы, конечно, были всей командой очень рады, потому что такой проект, как «Талантливое лето», программа инклюзивного развития детей в летний период, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется у нас в республике, на самом деле, впервые. И сам проект заключается в том, что мы разрабатываем летние чтения. Под этот проект мы закупали специальную литературу. И если изначально мы закладывали в проект 25 видов наименований авторов книг, то мы приобрели 50 и более авторов. Это очень интересные книги. Это современные писатели наши, российские. В рамках проекта мы пригласили нашу российскую известную писательницу Тамару Крюкову, которая была у нас на открытии проекта, которая провела встречи с малышами. Это дети 7-11 лет. И с подростками 12-15 лет. Ну, конечно, малыши себя вели более так интересно, они более загадочные, а подростки. Мне очень понравилась вот эта встреча с подростками, когда Тамара Шамилевна вывела их на тот диалог, диалог со взрослым, когда дети начали раскрываться и рассказывать, кто что пишет сам. Оказывается, у нас очень творческая, очень такая молодежь, которая сама пишет сказки, пишет стихи. И это очень интересно, это очень приятно. Конечно, в мир вот этих гаджетов, когда дети сами увлекаются авторством, это, я считаю, дорогого стоит. И это надо развивать. Самое главное, это надо поддержать и развить. И вот программа эта как раз направлена на то, чтобы детей, во-первых, вывести на чтение, помочь им с этим, порекомендовать хорошую литературу. Не та литература, которая, может быть, будет подсунута, скажем так, в соцсетях или в интернете, а та литература, которая поможет и в жизни, и та литература, которая станет другом по жизни, где они смогут найти ответы. Потому что вот у Тамары Шамильевны, потому что я сама читала ее книги детские, я давно не читала столько детских книг, сколько вот с начала проекта, я сама читаю часть книг, и мне нравится, как многие психологические и поведенческие аспекты прописаны именно и поданы именно вот авторами нашими, которые дети могут подчеркнуть для себя именно в книгах ответы. Светлана, конкретно чем будут заниматься дети, я говорю о том, как будет реализовываться этот проект. Ну, в рамках проекта у нас проходит, будет шесть мастер-классов. Во-первых, у нас было торжественное, красивое открытие, праздничное открытие. Во-вторых, у нас будет уже два мастер-класса прошло, еще четыре на очереди. Это мастер-классы по фотографии, то есть, когда у нас специалисты приходят, и детям прям наглядно, прям пособиями показывают, как, что правильно делать, и вообще, как и называется та или иная техника. Это мастер-класс по фотографии, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, по художеству, рисунок, скульптура. Светлана, вы так интересно рассказываете вот про этот проект, про то, где проходят мастер-классы, как они проходят, какого было открытие красочное, куда могут дети подойти со своими родителями, где вы базируетесь? В основном все мероприятия у нас проходят на базе детской библиотеки, именно Сергея Никулина. Мастер-классы, в том числе, встречи все с авторами, онлайн-встречи у нас будут запланированы, которые на осень. В основном все, конечно, проходят на базе библиотеки. Но некоторые мастер-классы проходят и непосредственно на площадках специализированных. Вот, например, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству мы проводили в Краеведческом музее. То есть, ну, по всем вопросам можно обратиться в детскую библиотеку, где ответят, запишут. У нас также будет проходить республиканский конкурс. Очень интересный. Мы приглашаем всех детей, желающих принять участие в возрасте от 7 до 15 лет. Конкурс будет в нескольких номинациях. Это номинация «Я рисую», «Я фотографирую», «Я творю», «Я пишу». То есть, и дети могут, любой желающий ребенок может принять участие в нашем конкурсе. Итоги конкурса будут подводиться уже в сентябре, где будет тоже праздничное большое концертное мероприятие, где будут призы, где будут подарки, где будут и книги в том числе. И, конечно, хотелось бы узнать, в чем основная цель этого проекта? Конечно же, основная наша цель, которую мы и прописывали, которую мы закладывали, это было создание условий для творческой реализации детей. Потому что летний период – это период, когда наши дети предоставлены в основном сами себе. А детей необходимо, конечно, развивать и создавать условия, где они смогут реализовать свой потенциал, где они обзаведутся компетенциями, где они повысят свой уровень. То есть они, может, узнают какое-то другое направление, которое они до этого, может быть, слышали, знали, но не вникали. Поэтому самое главное – это, конечно же, создать вот эти условия для реализации творческого потенциала детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Светлана, я благодарю вас за участие в нашей программе и, конечно, я желаю вам успеха в вашем проекте, в вашем деле. Продолжение следует...